Суровая наследница Катюши, так называют реактивную систему залпового огня ГРАД. Она была принята на вооружение в 60-е годы. В разработке и производстве этих комплексов участвовали несколько институтов и предприятий страны, в том числе пермские. Мотовелихинский завод выпускал боевые машины БМ-21. Сотрудники научно-исследовательского института полимерных материалов совершенствовали состав ракетного топлива и конструкцию двигателей, реактивных снарядов. Благодаря пермским разработчикам максимальная дальность стрельбы ГРАДа увеличилась в два раза – с 20 километров до 40. Мы сумели привлечь опыт работ и даже конструктивные решения системы воздух-воздух, авиационной системы, для того, чтобы распространить и внедрить их сюда. Именно поэтому в кратчайшие сроки мы добились такого эффекта. У нас уникальное топливо, которое обеспечивает, скажем так, эксплуатацию нашей техники ракетной без ограничений температурного диапазона. Бывший главный конструктор НИИПМ Георгий Амарантов вспоминает, разработка обновленных зарядов для системы ГРАД шла в 90-е годы – сложное время, когда экономика рушилась. Тем не менее, предприятие не только сумело выжить, но и создать новую перспективную разработку. Теперь один из её образцов будет находиться на площади перед институтом. Конкретно эта боевая машина была выпущена 30 лет назад и состояла на вооружении одной из частей Свердловской области. Сотрудники пермского предприятия обратились в городскую думу с просьбой помочь в установке памятника. Процедура эта долгая и сложная, ведь необходимо разрешение министра обороны. Согласование помог получить председатель думы Юрий Уткин. Вот такой образец напоминает нам о том, что производится у нас в Перми, в Пермском крае и в нашей стране. Слава городу Перми, Пермскому краю и нашей несгибаемой русской армии. И поставив эту машину, мы символизируем труд или как бы отдаем дань людям, дань признания за их мощный такой потенциал умственный, за потенциал производственный, промышленный. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.